Следующий у нас вопрос был связан с естественностью. Помните, на одном из прошлых стримов мы обсуждали вопросы естественности и рассуждали о том, насколько естественны ударные элементы, которые свойственны всем постбоксерским управлениям нынешним, насколько естественны использование кулака и так далее. И сразу возник вопрос, а трудиться это естественно или естественно для человека? Получаются знания, навыки, мировоззрения это все искусственно. Очистить зубы это естественно, а писать, читать и так далее. То есть, понимаете, в данном случае мы уходим в сторону обсуждения уже не боевых вещей, но когда мы пытаемся сформировать общий язык, какую-то терминологию, при помощи которой мы можем обсуждать те или иные вопросы, наверное, этот вопрос о естественности, когда мы говорим о естественности как таковой, наверное, он правомерен. И вот с этой точки зрения естественно ли то, что вот перечислено или не естественно? Давайте я вам задам параллельные вопросы. Например, все видели, как птицы чистят свои перья. Естественно это с вашей точки зрения для птиц или не естественно? Все видели, как кошка моется, как она чистит себя от грязи. Естественно это для кошки с вашей точки зрения или не естественно? Я думаю, в этой области и лежит ответ на те вопросы, которые сейчас у нас продолжают тему естественности. Кстати, что касается естественности. Вообще это слово в русском языке обозначает слишком много понятий. Действительно слишком много. С точки зрения китайского языка, например, мы возьмем там китайские наречия, любые слова естественность. Слово естественность, во-первых, оно несколько по-разному звучит. Оно переводится на русский как естественность, но с точки зрения китайского языка это разные понятия будут. Они будут по-разному произноситься и писаться. Но когда мы говорим о естественности, например, в той мере, которую имеет в виду Лаудзе в Далде Дзине, например, в своем трактате, там все время говорится естественность, естественность, естественность. Все переводят это как естественность, кстати говоря. Но на самом деле мы видим слово естественность там как следование. Там это звучит как следование себе. В данном случае вот этот вот иероглиф, означающий себе, он означает самоприроду. Что-то, что не подвержено изменениям, что не подвержено переменам. То есть нечто незыблемое, что находится в вас. Это то, что называется изначальной природой в буддизме, например, и так далее. И в данном случае, когда мы читаем это у Лаудзе, то речь идет именно о такой естественности. Не путать ее с естественностью, чистить зубы или что-то еще подобное делать. Это разные вещи. РМЛ пишет, естественность любых действий определяется целью. Нет, не согласен. У вас может быть цель захват мира, а естественным для вас может быть управление экскаватором. Уже ставшее это действие может быть вполне уже естественным для вас. Вы живете для этого фактически. И каким образом ваше управление экскаватором позволит вам захватить весь мир, например. Я понимаю, что я беру совершенно абсурдные вещи, ставлю их рядом, но это делается специально. Я это довожу до абсурда для того, чтобы более контрастным выглядел вывод из предложенного примера. Нет, я не об этом. Окей, тогда напишите о чем. Павел пишет. Неестественные движения станут естественными после многократных повторений. Да, это правильное замечание. Неестественные движения могут стать естественными после многократных повторений. Они войдут в состав сферы вашего комфорта. Они станут вам комфортными. Вы это имеете в виду. То есть то, что было вам трудно, дискомфортно, стало комфортно. И поэтому вы это называете естественностью. Это не совсем та естественность, о которой мы говорим. Еще раз вот эту разницу почувствуйте, пожалуйста. О том, что естественно и что неестественно. Мы такие вещи можем называть естественностью. Помните, я приводил пример. Если в некой стране третьего мира бедность это нормальное состояние для большинства граждан, можно ли говорить, что для человека это состояние естественное? Я делаю вывод нет. Просто потому, что страдание, ощущение любого страдания, неважно физического или морального, это страдание воспринимается любым человеком как неестественным. Это важный момент. С этой точки зрения бедность не является естественной. Это просто тоже в качестве примера. Окей. РМЛ пишет. Смотрите, естественно ли ходить на работу? Нет. Но какова цель? Добыча, по сути, это охота. А, вот вы о чем говорите. Я понял вас. И знаете, я вас поддерживаю именно в утверждении, что ходить на работу неестественно. Я именно в этом вас и поддерживаю. Это неестественно. И даже в том примере, который вы приводите, что охота, например, естественный процесс какой-то. Давайте вернемся к людям, которые до сих пор там где-то, бушмены какие-то, например, живут охотой. Давайте вернемся к ним, рассмотрим первобытный образ, так называемый первобытный образ жизни этих людей. Я бы его назвал бомжистским, но окей, пусть он будет первобытным. Так вот, естественно ли для них ходить на охоту? Отвечает ли это хождение, сам процесс, норме хотя бы формального комфорта этих людей? Нет. Гораздо комфортнее с набитым животом лежать под тенистым деревом. Идти на охоту неестественно. Это вынужденная мера, которую мы можем назвать естественной не с точки зрения комфорта, не с точки зрения встроенных навыков, а с точки зрения вынужденно развиваемых навыков. Согласитесь? И постоянной какой-то периодичности этих действий. Так же, как хождение на работу. Является это естественным? Нет, не является. Ребят, если вы хорошенечко задумаетесь, сколько времени вы тратите на свою работу, сколько времени своего в жизни вы выбрасываете на ветер, вы поймете, что это крайне неестественно. И каждый из вас хотел бы, наверное, отказаться от такого образа жизни в пользу более естественного и более комфорта. И задумайтесь над этим. Знаете, я еще раз напомню фразу Рокфеллера, которую он когда-то сказал, что человеку, который много работает, некогда зарабатывать деньги. Это, ребят, тоже важный момент. Ребят, если кто-то подумал, что я занимаюсь какими-нибудь MLM, пирамидами или еще чем-то, я этим не занимаюсь и вам не советую. Я совершенно не о таком образе жизни говорю сейчас. Не об Ари Флейме каком-то или там, как это, хочешь похудеть, спроси меня как, вот это, герболайф какой-то, да, вот это, или там какие-то финансовые пирамиды. Я не об этом говорю. Я думаю о том, я говорю вам о том, что либо вы должны заниматься в жизни делом, которое, которое в принципе вам интересно и важно, которое самым главным регулирующим фактором вашей жизни является. И если это дело приносит вам доход, то вы уже не работаете, вы живете. Вы занимаетесь тем, что вам нравится. И это естественно. С точки зрения комфорта. Это здорово. Когда вы занимаетесь нелюбимым делом, это естественно и некомфортно. Однозначно. Комфорт и естественность – разные вещи, Ромал пишет. Конечно, разные. Конечно, я об этом и сказал в самом начале. Но когда вы говорите о естественности хождения на работу, мы говорим о естественности как о комфорте. А не о какой-то встроенной функции, которая естественна в принципе. Для того, чтобы хождение на работу было естественным для человека, надо вывести специальный вид человека-раба. Вот такой человек, лишенный полностью всякого собственного достоинства, всякого желания жить лучше, лишенный желания даже кушать больше, хоть немножечко больше, стремящийся к постоянному умиранию от работы и от недостатка пищи и комфорта. Вот если вы выведете такого человека, для него это будет естественное хождение на работу. Так. РМЛ пишет. Мы о разных вещах говорим, мне кажется. Да, конечно, о разных. Я и сказал, что разные естественности. И та естественность, о которой вы говорите, это естественность комфорта. Так. РМЛ пишет. Я с точки зрения этологии, скорее, рассматриваю. Ну окей, окей. Вы, если хотите, напишите более подробно это. Мы рассмотрим с этой точки зрения. Но мне кажется, тут вот все понятно по поводу естественности. Так, Павел пишет. То есть для человека естественное течение вниз, деградация, а не стремление вверх и развитие своей зоны комфорта. Для человека естественным становится течение вниз и деградация, когда он выходит из зоны естественности и комфорта. Да, это факт. А вы посмотрите лучше на регионы, которые работают больше всех, а зарабатывают меньше всех. Это не деградация, это не течение вниз. Посмотрите на людей, которые вкалывают как сумасшедшие, ничего за это не получают. И на других людей, которые вообще не работают, а катаются как сыр в масле. Вот посмотрите. Как вы оцените вот такие вот моменты. Это мы сейчас на политику уже уходим совсем, да? Все-таки надо к боевым искусствам вернуться. Леонид пишет. Но деградация ведет к страданию. Совершенно верно. Бедность, нищета, спутники деградации. Это правда. И именно они ведут к страданию в итоге. Это мы не говорим о том, что богатый и здоровый человек не страдает. Конечно, лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным и больным, да? Мы это хорошо понимаем. Это не значит, что ваша жизнь будет идеальной. На самом деле все равно какой-то свой коэффициент страдания вы получите в жизни. Слушайте, ну это мы уже совсем в философию какую-то ударяемся. И вообще вопрос естественности – это не вопрос уклонения от страдания. Вопрос неестественности. Это вопрос страдания. Безусловно. И когда вы страдаете, скорее всего, это значит, что вы находитесь в позиции дискомфортной и одновременно неестественной. Это факт. Но когда мы говорим о естественности, это не обязательно то, что вас уже уклонило от всех страданий. Редактор субтитров А.Семкин